Искусство танца и мастерство владения кистью. В этот день все виды творчества объединились в одно креативное пространство. Площадь святого князя Владимира вдохновила таланты из Ставропольского края, других регионов страны и зарубежья на создание шедевров. Даже палящее солнце не помешало всем этим людям прийти на Владимирскую площадь и насладиться торжеством искусства. После годичного перерыва из-за пандемии Ставрополь вновь открывает двери для творчества. Художники, писатели, музыканты, исполнители, скульпторы, многие-многие другие приехали, чтобы удивить и доказать, что проявлять себя творчески может каждый. Владимирская площадь разделилась на несколько частей. В одной стороне ценители театрального искусства. Здесь провели открытое занятие по сценическому движению. В другой стороне на литературной ярмарке у открытого микрофона выступили известные писатели, киносценаристы и исполнители. В третьей зрители наслаждались виртуозной игрой баяниста. А в центре развернулся большой пленэр. Более двухсот художников переносили на холст свое видение мира и тем самым завораживали зрителей. Две девушки-художницы Ева и Анастасия собрали вокруг себя немало заинтересованных взглядов и объективов камер. Их перформанс называется «Свобода воли». Эти два часа мы просто решили стать свободными людьми от предрассудков, от чужого мнения и просто позволить делу делать то, что оно хочет. На Международном форуме творческих союзов «Белая акация» для ставропольцев организовали мастер-классы по росписи на тканях, гончарному делу, граффити и изготовлению мозаичных картин. Очень рада я тому, что пришло много наших ставропольцев для того, чтобы погрузиться в творчество, попробовать самим поучаствовать в этом процессе и что-либо создать. А вечером жители и гости краевой столицы окунулись в мир балета. На открытой сцене выступили артисты Московского государственного музыкального театра пластического балета со спектаклем «Зимняя роза». Екатерина Сегеда и Ярослав Пересыпкин. Ставропольское телевидение.